Суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы. Любовный треугольник закончился судом. В октябре и в ноябре здесь просто было темно в глазах от того, сколько было народу. Было до 250 обращений в сутки. Красная зона глазами врачей и пациентов. Добру можно обязательно носить. Вы так как утром поете. Утренний рейд сотрудников госавтоинспекции потревожил школьников. Уфири АТВ новости. Студия Наталья Китаева. Здравствуйте. 11 лет за убийство и покушение на жизнь. Железнодорожный суд вынес приговор в деле о любовном треугольнике. В прошлом году пьяный уланденец напал на сожителя своей подруги и его товарища. Изначально девушка представила мужчин как своих родственников. Но когда тайное стало явным, началась поножовщина. Возникла ссора, в ходе которой осужденный нанес удары ножом мужчинам в область расположения жизненно важных органов. Смерть одного потерпевшего наступила на месте происшествия в результате острой кровопотери. Смерть второго потерпевшего не наступила в связи с оказанием ему своевременной квалифицированной медицинской помощи. Суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Пока наказание не вступило в силу, подсудимый может обжаловать приговор в суде. Тем временем прокуратура все того же железнодорожного района закрыла три сайта. В них продавали поддельные паспорта и дипломы. В ходе мониторинга выявлено, что на трех сайтах в свободном доступе размещены предложения о продаже паспортов Российской Федерации, дипломов, аттестатов, удостоверений сотрудников государственных органов и иных организаций, а также предложения о продаже поддельных денежных знаков Банка России и иностранной валюты. По результатам проверки прокурорам района в суд направлено три административных исковых заявления. Роспотребнадзор уже заблокировал эти сайты. Их создателей ждет уголовная и административная ответственность. Красная зона – место, куда по собственному желанию попасть никто не захочет. Однако за этот год там побывали тысячи людей. Большинство из-за болезни, но есть и те, для кого быть там дело долго. Мои коллеги Антон Симонов и Булат Зандаков поборолись свои страхи, взяли аппаратуру и отправились в ковидный госпиталь. У нас на Солнечной находятся именно возрастные сопутствующие тяжелые пациенты. Нелегкий, конечно, труд, очень тяжело. Помимо того, что мы работаем днем, плюс еще мы дежурим. Дежурство у нас начинается с 8 утра до 8 следующего дня. И плавно мы еще переходим до 4 часов дня следующего дня. Работать пришла, потому что у нас собирают все бригады специально для диализа, для проведения гемодиализа. Поначалу было страшно, сейчас уже более-менее так привычно. В ковидном центре на Солнечной в основном пациенты с тяжелой формой болезни. Но есть и те, кому относительно повезло. Думала, что не бывает ковида, что это все ляпы какие-то, что это специально все придумали. А здесь, просто находясь в этой больнице, видно, что люди очень сильно болеют. Люди по ночам кричат, просят о помощи. Тяжело людям. Когда уже признали мне, что, ну, тест взяли, что у меня положительный. Истерика, конечно, была, неохота была, потому что это переживала за свою болезнь, за хроническую. Ну, что почки у меня, думала, откажут, и все, и умру. Ну, пациенты здесь не только из Улан-Удэ. Например, Алексея доставили на вертолете из Джиды. Я сам из Джиды привезли на вертолете под аппаратом. Так что тяжелало-то было дышать. Но сейчас, слава богу, все вроде миновало. Дышим легче, конечно, намного. Я путем ходить не мог, в принципе. Хожусь я здесь 10 дней. Привезли меня сюда. Семашка. Задыхался, было давление большое. Сейчас стало получше. Дышать могу. Сейчас, а то до этого задыхался. В октябре и в ноябре здесь просто было темно в глазах от того, сколько было народу. Было до 250 обращений в сутки. Сейчас 70 человек, 70 обращений. На сегодня у нас 50 коек свободных на два госпиталя. Солнечный и Пирогово. И мы бы хотели, чтобы наши жители и в этот раз, в Новый год, какую-то проявили, наверное, удерженность. Хочется, чтобы все люди соблюдали масочный режим. В первую очередь нужно соблюдать вот эту технику безопасности. Перчатки, маску. Если куда-то выходить, то только по необходимости до магазина. Берегли себя, своих близких, родных. Хочу сказать, в новогодние праздники. Побудьте дома. Антон Симонов, Булат Зонтаков, телекомпания АТВ. Волонтеры смогут бесплатно ездить на трамвае. Глава Бурятии предложил мэрии рассмотреть такую возможность. Игорю Шутенкову идея понравилась. И скоро волонтерам выдадут 60 проездных билетов. Стоит отметить, что МУП управления трамваями инициативу поддержал. Все билеты были переданы в два штаба. Это в штаб УНФ и в штаб Добродом. Мы прекрасно понимаем, что действительно, это тоже подспорье для организации работы наших волонтеров. Госавтоинспекция встречает детей у ворот школы. А в уникальной лаборатории можно проверить свою реакцию. В 59-й гимназии началась акция по повышению дорожной безопасности. Наш корреспондент побывал на месте событий и узнал, что подарили ученикам. Утренним рейдом началась профилактическая акция под названием «Носить СВ – это модно». Сотрудники ГАИ встречали детей у школы и проверяли наличие светоотражателей. Сегодня у нас последний завершающий день Всероссийской олимпиады школьников по безопасности дорожного движения, которая началась у нас с открытого урока 1 декабря. И в рамках вот этой олимпиады мы сегодня проводим также акцию «Носить СВ – это модно». СВ – это световозвращающие элементы. И вот начинаем эту акцию с 59-й гимназии железнодорожного района. Аналогичная акция пройдет во всех остальных районах города Улан-Удэ. Поэтому мы хотим еще раз вам напомнить, так сказать, освежить знания. Все вы знаете, что повторение мать учения. Если первые классы, ребятишки, допустим, первая ступень, первые, вторые, третьи, четвертые классы, они более дисциплинированные, они одевают, они даже напоминают. Когда ребята уже переходят в среднюю ступень и старшие, они, ну, забывают. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» всем школьникам с первого по девятый классы дарят светоотражатели. Мы каждый год для наших детей из Российской Федерации получали по 20 тысяч световозвращающих элементов. Вот. И решением главы Республики Бурятия Алексея Самбуевича Циденова в этом году были выделены денежные средства на приобретение еще дополнительно более чем 100 тысяч повязок. Ты сам носишь? Да, ношу на обеих руках, чтобы повысить свою безопасность, ну, в первую очередь. А есть дети, которые не носят светоотражающие повязки? Думаю, да. Мы постараемся это исправить. Все-таки мы старший класс. Откладывать надолго не стали. Помимо агитации среди сверстников, они привели мини-уроки у малышей. Вероятность того, что вы останетесь здоровы, гораздо выше. Поэтому носить светоотражающие ленты – это обязательно. И желательно на двух руках, так как движение у нас и с правой, и с левой стороны. Поэтому желательно носить на обеих руках. Если же на ребенке одет светоотражающий элемент, то водитель его видит за 150-200 метров. То есть ребенок сигнализирует пассивно, что я нахожусь на проезжей части, будьте предельно внимательны. И самое еще обратительное внимание, не просто надо вот эту ленту носить, вот сейчас подарили ленты. Ленту надо, чтобы и сами взрослые контролировали, чтобы ношение этих элементов было у несовершеннолетних. Также у нас мамы умеют переходить. И мамы, и папы, и бабушки. У нас умеют переходить в абсолютно неположенном месте, там, где нет ни пешеходной зоны, и там, где трамвайные пути. То есть, ну, видимо, учая ребенка, учая, надо начинать все-таки с себя. Уникальная передвижная лаборатория позволяет смоделировать с детьми ДТП. Также в лаборатории безопасности есть мобильный автогородок, оборудован светофором, транспортом и пешеходным. Дошкой возьмите. Что здесь написано? Реакция ниже среднего. Средняя реакция, хорошая реакция. А, я должна поймать? Да, поймать. То есть разведите чуть-чуть, разведите. Раз, два, три. Что написано? Хорошая реакция. Хорошая реакция. Реакция может не спасти. Поэтому всегда надевайте светоотражатели. Тем более носить све... Это еще не все. Смотрите сразу после короткой рекламы. Отремонтировал 15 километров покрытия, обочины, со всеми трубы. Наконец-то дождались. В Яравне отремонтировали 15 километров региональной дороги. Данная поддержка, она не только такая, что ли, финансовая, ну, емкая, но и при этом она, прежде всего, человеческая. В Бурятии людям с почечной недостаточностью оплатили дорогу до диализных центров. Для всей семьи в Абсолюте. Сыр Числаверс со скидкой 29 процентов. Всего за 119,79. С заботой. Ваш Абсолют. Свершилось. В Яравненском районе отремонтировали 15 километров дороги. Улан-Удэ, Романовка, Чита. Местные жители ждали ее, как ману небесную. Сейчас дорога сделана на 50 процентов. О промежуточных результатах и планах в следующем материале. Эту дорогу жители Яравненского района ждали почти 40 лет. Асфальт здесь укладывали еще в 80-е годы, а из ремонта делали только ямочный. В марте прошлого года местные жители все-таки дождались начала масштабной реконструкции. И на этой неделе прошла промежуточная приемка участка дороги. В этом году подрядчик нас порадовал, сделал, отремонтировал 15 километров покрытия, обочины со всеми трубы. Предыстория этого участка такова, что мы в 16-м году проторговали, вышла фирма. Но она, к сожалению, обанкротилась. Потом в 18-м году провели торги, зашла компания ПИКО. И в этом году, в 2020 году, очень плодотворно поработали. На этом участке подрядчики применили новую технологию холодного ресайклинга. Она продлевает срок эксплуатации дороги. Это было как основание 15 сантиметров с укреплением цементробетона и сверху 5 сантиметров асфальтобетона. То есть, таким способом она получается и очень, ну не очень, но дешевле, чем обычный ремонт. Остальные 15 километров сдадут в следующем году. Общая цена объекта – 352 миллиона рублей. Средства выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по инициативе президента России. В рамках проекта чиновники также обещают отремонтировать еще две региональные трассы. У нас еще есть два участка. Это от города. Начиная от границы города и в сторону Яравны. Идем там до 58 километра. У нас есть проекты. Тоже в ближайшее время будем торговать. Это в рамках национального проекта. И в ближайший год мы, наверное, проторгуем и начнем тоже реализацию. Алексей Цуденов провел онлайн-встречу с победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Этот конкурс не похож на оценивание успеваемости в школе. В нем больше раскрываются способности детей. Каждый этап помогает определить индивидуальные особенности ребенка. По всей России выявили 600 победителей. Из них четверо – из Бурятии. Есть опыт работы в команде и вообще мышление правил для более грамотного решения задачи, поставленной как и на конкурсе, так и в реальной жизни. И благодаря всем этим навыкам, наработанным и до конкурса, и в рамках проведения самого конкурса, я смог попасть и в полуфинал, и в финал, и также выиграть конкурс благодаря этому. Это очень почетно. И ребятам, преподавателям, родителям большое спасибо за то, что вы такие есть. И что двигаете и нашу республику, и сами себя вперед, и всю нашу страну. И те проекты, и те темы, которые вы выбрали, они все очень жизненные. Они про жизненное пространство, новый город, новые технологии, экология, жизнь человека. Поэтому это все очень актуально и на сегодня перспективно. Победители 9 и 10-ти классники получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку необходимых гаджетов. А вот учащиеся 11 классов получили 1 миллион рублей на оплату учебы. В Бурятии 8 диализных центров, 6 в Улан-Удэ, 1 в Гусинозерске, 1 в Северобайкальске. Для людей с почечной недостаточностью гемодиализ жизненно необходим. Некоторым больным приходится 3 раза в неделю ездить на терапию. Затраты им на проезд превышают пособия по инвалидности. Однако только не в 2020 году. Почему больные больше не платят за дорогу, узнаете в сюжете Жиргалмы Бадмаевой. Теперь люди с почечной недостаточностью не тратят свои деньги на дорогу до медучреждений. Это стало возможным благодаря закону, который приняли в прошлом году. По состоянию на 1 декабря текущего года 459 граждан получили компенсацию. Средний размер компенсации около 1000 рублей в месяц на человека. Кассовое исполнение составило 92% или 6,7 миллионов рублей. А годовой объем финансирования у нас предусмотрен 7,3 миллиона рублей. Из общего количества граждан 83% или 380 человек пользуются личным транспортом. 17% это 78 человек общественным транспортом. При этом я хочу сказать, что один и тот же человек может ездить как на личном транспорте, так и на общественном. Закон вступил в силу с 1 января 2020. Ему меньше года, но результаты уже ощутимы. Мы собирались, встречаясь с людьми, кто у нас получает данную услугу, в большинстве это очень позитивная оценка. Конечно, люди сэкономили из своего кармана почти 6 миллионов рублей. То есть это то, что мы из республиканского бюджета помогаем людям, компенсируем проезд. Вот суммы были, например, кто с бюджеры ездит, у них там порядка доходило до 13 тысяч в месяц. Поэтому суммы достаточно серьезные. Но а так определено, если человек здесь, то до 2 тысяч рублей. Данная поддержка, она не только такая, что ли, финансовая, ну, емкая, но и при этом она прежде всего человеческая. То есть это именно люди, оказавшиеся вот так уж выводят судьбы в тяжелейшем жизненной ситуации, то есть не остались одни, не остались как бы брошены со своей бедой, а именно поддержаны, государством поддержаны. И в финансовом плане, конечно, это показатель того, что и морально их поддерживают и стараются помочь, чем возможно. Оформить документы на компенсацию можно в диализных центрах. Всего в Бурятии таких 8. В планах у Минздрава республики открыть диализные центры и в районных больницах. Шаргалма Бадмаева, Данила Шарко, телекомпания АТВ. Сегодняшний выпуск Улан-Удэ-Лайф очень необычный, ведь ведут его резиденты проекта Чиво-03. Вы могли видеть их неординарную рекламу на просторах интернета. Так вот, они решили узнать у наших горожан, по каким приметам можно узнать, какая погода будет завтра. Ну а мы же советуем не доверять приметам, а смотреть прогноз погоды на телеканале АТВ. Ведь теперь именно они, Чиво-03, будут рассказывать нам, какой погоды ждать. Всем привет, дорогие друзья, это Чиво-03 продакшн. И совсем скоро мы совместно с АТВ запускаем новый, наикрутейший проект. И сейчас мы вышли на улицу нашего... Антоха, сюда уже. Вышли на улицу нашего города, чтобы спросить у наших горожан, в какие приметы, связанные с погодой, они верят. Ну а пока мы поздравляем нашего победителя с предыдущего выпуска. Что, замерз, что ли, сюда уже? Было очень много комментариев, было очень сложно выбрать, было очень сложно запомнить этот длинный текст. И было очень сложно стоять очень долго на морозе без перчаток. Поэтому я передаю микрофон Антону Лушникову, моему коллеге. Если честно, я ни в какие не верю. Ну а как ты погоду узнаешь? Вот, мне приходят уведомления на телефон. Ну а если подведет сеть? Ну, получается, я не знаю, какая будет погода. Ну, отвечай, видишь, тебе говорят. Ну какие народные приметы, связанные с погодой? Вы знаете, в какие верите, а в какие нет? Ну, замерзает речка, по-моему. А, речка замерзает, а получается, становится холодно. Ну, это все знают. А вот как определить, завтра будет минус 20 или минус 27? Ну, говорят, что если дым из трубы... Выходит, если прямо, то говорят, холодно будет. Да? Да. Ну, может, я точно не помню. А вы сами какими приметами пользуетесь? Ну, я особо не верю в приметы. Ну, то есть... Говорят, у пожилых, что-то если болит, там, суставы может, то говорят, холода будет. Но вы-то этого точно не знаете. Вы-то молодые еще девчонки. Ну, так, я слышала. Ну, а погода где узнаешь? Идти в школу с утра или не идти? Да, мне как-то без разницы. Без разницы? Если 1 декабря будет ветер, значит, 3 месяца, по-моему, что ли, ветер будет дуть. Серьезно? Ну, вот в интернете считают, только не помню, какой день. Какие приметы? Ну, я сильно в приметы не верю. Правильно делаете. Какие народные приметы, связанные с погодой, вы верите? Вы не верите? Не верит человек? Аж зря, я считаю, зря. Не просто же так эти народные приметы придумывал народ. Садари, пожалуйста. Да, вот так вот. Садари, не дождь, это обед, а утренний. Так, много сегодня людей просили, пока ходили, у меня даже, видите, ресницы подзамерзли. Сегодня на улице холодно, а вот какая погода нас будет ожидать завтра, узнавайте, благодаря прогнозу погоды на АТВ, который снимает продакшн Чиво 03. Я буду смотреть прогноз погоды. Скажите, обещаем, раз, два, три. Вот, видите? Все, буду смотреть. Отлично, красавчик, молодец, хорошего дня тебе. Обещаю смотреть прогноз погоды. Как я уже говорил, будет интересно, весело. Ну и не забывайте оставлять комментарии под этим видео, потому что за лучший комментарий вам достанется подарок. Поехали, согреюсь. На этом у меня все. Еще больше новостей на нашем сайте и в социальных сетях. С вами была Наталья Китаева. Всего доброго и до встречи в эфире. Интернет-магазин «Абсолют». Доставка продуктов прямо к вам домой. Цены, как в магазине. Быстро, удобно и просто. TGABSOLUT-SHOP.RU Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин